Девушки отдыхают И будут выдуманы ими же самими коварные планы Москвы по захвату Украины, Прибалтики и Восточной Европы. Казалось бы, для таких серьезных обвинений должны быть веские причины. Но повальная истерия западных журналистов и политологов основана лишь на дежурном заявлении российского президента, которое он сделал во время открытия форума «Армия-2015». В текущем году состав ядерных сил пополнит более 40 новых межконтинентальных баллистических. Любые, даже самые технически совершенные системы противоракетной обороны. Верховный главнокомандующий назвал точное число ядерных ракет. Наверное, на Украине или в Польше эта новость и звучит устрашающе. Но стоит напомнить, что мы – ядерная держава. И 40 ракет – это всего лишь 2,5% от нашего стратегического вооружения, которое, к слову, состоит из так называемой ядерной триады – сухопутной, морской и воздушной. В общей сложности ядерный щит России состоит из 1900 боезарядов. Планы по модернизации ядерного щита России кому-то и впрямь могут показаться воинственными. Но наша страна лишь проводит плановое перевооружение своей ядерной триады. Ведь у каждой ракеты есть свой гарантийный срок. И многие его уже выработали. Кому-то там на Западе явно показалось, что таким образом Россия отвечает на целую череду провокаций со стороны НАТО и Вашингтона. Министр военно-воздушных сил США в тот же день заявила о намерении разместить в Европе американский истребитель «Раптор». Цитата для демонстрации силы. А глава МИД Великобритании Филипп Хэммонд на днях высказался, что его страна готова разместить у себя американское тактическое ядерное оружие. Такого рода действия по типу холодной войны технический просто сбой, инцидент, который возник из-за технических причин. И это послужит спусковой пружиной не для третьей мировой войны, надеюсь, но для серьезного военно-политического кризиса. Ранее генеральный секретарь НАТО Йонес Стотенберг поделился планами об увеличении численности сил реагирования с 13 до 30 тысяч человек. В шести странах – Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Болгарии и Румынии – будет создана сеть командных центров Альянса. И все это без всякого стеснения. В прямом эфире весь мир наблюдал, как, например, из США в Латвию прибыли более 120 танков. Мэр Риги Нил Ушаков даже сделал селфи на фоне бронетехники. Видимо, военные учения НАТО в Польше у самых границ России шлют Москве сигнал, что Альянс нельзя запугать российским бряцаньем оружием. Что касается Балтики, политическому классу очень удачно удается играть на старых страхах, которые народ до сих пор частично испытывает, и этим настраивает свое население против России. При этом не Россия, а НАТО свернуло двустороннее сотрудничество. Это не Россия, а НАТО расширяется на восток. Это не границы России приблизились к границам стран, входящих в Альянс, а Россия после 91-го года отступила. Так кому выгодно втягивать нашу страну в изнурительную гонку вооружений? Кто выигрывает от конфронтации с Россией? Америка. И союзники Америки. Великобритания, разумеется. При своем желании мирового господства они не уйдут из конфронтации с Россией. По их мнению, если они это сделают, они дадут России возможность отнять у них лидирующее место в мировой политике. 25 лет назад был подписан договор об обычных вооруженных силах в Европе, сокращенно «ДОВСЕ». Его основной целью было установить военный баланс за счет сокращения вооруженных сил. Практически сразу после подписания распался Советский Союз, кардинально изменив расклад сил в мире. Недавно наша страна вышла из моратория окончательно. Хотя фактически все эти годы мы, а еще Украина, Белоруссия и Казахстан были единственными, кто ратифицировал документы. Впервые я начал задумываться о правомерности НАТО после распада Восточного Блока и распада Варшавского договора. Для меня сразу возник вопрос, зачем нам сейчас еще нужна НАТО? Если нам 40 лет подряд говорят, что вот враг и нам нужно быть на чеку, а тут в один день он прекращает свое существование и выводит все свои войска из Восточной Германии. За эти годы НАТО заметно выросло и сегодня имеет над Россией подавляющее преимущество. По военно-воздушным силам, танкам и бронетехнике речь идет о двукратном превосходстве. По личному составу вооруженных сил и боевому составу флотов более чем в два с половиной раза. Кроме того, у США и других стран Альянса есть большое количество обученных резервистов, примерно три с половиной миллиона человек, которые в течение двух месяцев могут быть развернуты в полноценную армию. Для Запада это само собой разумеется, что они распространяют свои сферы влияния и политические интересы на другие государства, которые будут всего лишь периферийными странами без собственного мнения, как это видно на примере Польши или Румынии. Говоря об агрессивных планах России, американская страна не любит упоминать о том, что ядерное оружие США в настоящий момент размещено в Европе. От 150 до 250 единиц тактического ядерного оружия общей мощностью свыше 18 мегатонн находятся на территории Германии, Италии, Бельгии, Нидерландов и Турции. Поведение Вашингтона говорит лишь о том, что речь может идти не о сокращении, а только о наращивании этого потенциала. Мы, конечно, сегодня не стоим на пороге Карибского кризиса. Накала таких страстей нет. Но то, что мы движемся в его направлении, это точно есть. Только сегодня ракеты везут не советские суда на Кубу, а американские корабли в Европу. Вот в чем вся разница. И они из нас формируют образ врага. У США самый большой военный бюджет в мире. Естественно, что Западу выгодно наше отставание. Но нам-то это не выгодно. Почти четверть века наша оборонка находилась в замороженном состоянии. Армия жила на старом, еще советском наследстве. Теперь нужно наверстывать упущенное. Масштабная программа перевооружения до 2020 года приведет к замене более 70% военной техники и оружия. Вертолету К-52, прозванному за свою фантастическую маневренность «Аллигатор», по-прежнему нет равных в мире. Он оставляет далеко позади даже легендарный «Апачи». Но, скажем, чтобы установить на него новые ракеты, еще недавно уходило много времени. Изменения в военной сфере поражают. Российскому оборонно-промышленному комплексу за год удалось добиться таких результатов, которых от него не могли дождаться два десятилетия. Техника следующего поколения сегодня уже в войсках. Конечно, санкции перекрыли нам доступ к высокотехнологичным приборам и механизмам из Европы и США. В ответ российский ОПК быстро мобилизовался и научился делать свое. Форум «Армия-2015» стал самой крупной выставкой оружия за всю историю России. Мы научились не только модернизировать старые советские образцы, но и пополняем каталоги новейшими и самыми современными типами вооружений. Говорить о том, что сегодня Россия участвует в какой-то гонке вооружений, или о том, что мы в нее вступили, у нас все достаточно планово. Эти программы были заявлены еще в 2007-2008 году. Мы их не нарушаем, несмотря на все экономические сложности и кризисы, и санкции. Но главное – перевооружение не только поднимет престиж армии, но и поможет всей отечественной экономике. Оборонка всегда двигала вперед ракетно-космическую, авиационную, судостроительную, электронную промышленность. И, наконец, научные изобретения и новшества, созданные в военных лабораториях, часто находили и находят свое применение в обычной мирной жизни. Так что пусть вокруг нас и нагнетают русофобскую истерию, пытаются втянуть нас в очередную холодную войну, но у России свои цели и задачи. А западные фобии, в конце концов, это исключительно их личные проблемы. Дмитрий Пищухин, Александр Лусников, Алексей Панасевич, Игорь Чигарев и Сергей Васильев. Пятый канал.